Слава Богу, братья и сестры! Я в Айове первый раз, вы знаете, очень далеко заехали, но тут почти я всех знаю. Значит, кажется, новая церковь, новое место, так далеко заехал, зашел церковь, а процентов 80-90 людей я всех знаю. Слава Богу! Так Бог нас ведет в Америке, Бог нам даровал большие благословения. Мы живем в Вашингтоне, это Bible College, я их транспортирую, был драйвером в них. Они меня попросили, и я согласился их провести сюда и обратно. Я просто бас-драйвер. Хотел бы с вами поделиться одним происшествием в своей жизни. Хотел бы поблагодарить Господа, прославить Господа, вместе с вами, сказать вам одну мысль из-за своего свидетельства. Вы знаете, в Вашингтоне, там есть, где брат Николай Точинский, там была в церкви 4 года назад, у них произошло происшествие, очень печальное происшествие. Там была сестра Дина, она заболела раком, у них было 14 детей. И все церкви, я думаю, что и вы молились, все церкви по Украине, все церкви по Америке молились об этой сестре нашей. И моя мама с папой находятся именно членами церкви в этой церкви. И они участвовали в молитвенной группе непосредственно за вот эту сестру Дину. Непосредственно были, они знали все подробности. Я в самой молитвенной группе не был, но мама мне абсолютно все... Это была молитвенная цепочка, они каждый день были на этой молитве. И мама мне все порассказывала, потому что мама знала, что я тоже молюсь об этой нужде. И сестра Дина была больной раком, с 14-м детем она была в положении. И мы все молились. Вы знаете, я насколько глубоко в свое сердце положил эту нужду, я жил этой нуждой, я молился ночами, я на траке работаю, у меня есть ночные бывают дни, я сутками молился, не останавливался. Оно насколько глубоко печалью легло в мое сердце. Я говорил, Господи, не может быть, что она умрет, она будет жить, Ты ей дашь спасение. Сколько народу Господнего молятся. У церкви была беспрерывная молитва, семисуточные посты были, ни один и ни два раза. Вся церковь молилась об этой нужде. Братья и сестры, но произошел, пришел один день, когда Бог так определил. Сестра Дина родила 14-го ребенка и через два месяца ушла в вечность. Братья и сестры, когда это произошло, в моем сердце лег камень какой-то, какой-то груз лег у меня, Бог не ответил на молитву. Мы его просили, я начал Богу задавать резко вопросы. Господи, почему ты не ответил? Это мама, почему ты им дал 14 детей? И этот отец в разочаровании имеет огромную семью. И мама ушла в вечность. Я много задал Богу таких грустных вопросов и таких, и оно в сердце у меня легло неотвеченным камнем. Оно как-то начало меня придавило. Мне было трудно молиться, мне было трудно как-то вот радоваться Господом. Оно меня начало давить изнутри меня. Время продолжало, и шли дни. Я теперь переключусь на свою семью. Я имею большую семью, я на данный момент имею 11 детей. Это было 4 года назад. Моя жена была с очередным ребенком в положении. Это для нас не было новостью, это не было первый раз. Моя жена пошла вставать на учет в госпиталь к доктору на осмотре ее беременности, или наблюдение ее беременности. Обычно сдала кровь, обычно сдала анализы. И когда она вернулась домой, нам позвонили немедленно вернуться в госпиталь. Это уже было поздно, это было 9 вечера. Вернуться в emergency room и сдать кровь. Моя жена вернулась назад в госпиталь, сдали кровь. Снова набрали в нее очень много крови, как необычно. На другой день позвонили, сказали прийти к доктору нашему. К тот, кто... ну наш семейный доктор. Когда он взял эти бумаги, уже пришло из госпиталя ответ, и он объявил нам ужасную новость. Он сказал, твоей жены рак крови. Братья и сестры, когда я это услышал, меня голос внутри меня заговорил, умерла Дина, умрет и твоя. Знаете, она внутри меня перевернула все, но как будто меня оглушила, меня как будто перестало существовать, я перестал существовать на земле. Это очень сложно. И он обращается к нам и говорит, чтобы лечить тебя, нужно прервать беременность. Чтобы начать химиотерапию, невозможно абсолютно ничего делать, надо прервать беременность. Вы должны будете принять решение и дать ответ. Я посмотрел на свою жену, Лена, я не могу за тебя отвечать, ты будешь на этот вопрос, к сожалению, сама отвечать. Она посмотрела на меня, посмотрела на доктора, говорит, нет, я не согласна прервать беременность. Моя жизнь в Божьих руках. Этот доктор, он верующий человек, говорит, я так и знал, что ты ответишь, так что мы вас лечить не будем. Идите домой, мы будем за вами наблюдать, когда ты родишь, через 4 недели мы начнем твой курс лечения. Братья и сестры, когда мы вернулись домой, мы ехали домой с этого госпиталя, мне было очень трудно. Внутри меня этот голос говорил, он меня разрушал изнутри меня. Я Бога знаю, с самого детства познал, я не отступал от Бога, я слышу голос Господний, я имею молитвенную жизнь, я имею с Богом встречу. Все было остановлено в моей жизни, и мне пришлось идти, сдавать экзамены на свое богопознание, сдавать экзамены на всю свою жизнь. Вы знаете, когда пришли мы домой, мы принимаем решение, мы принимаем решение, что мы никому говорить не будем. Это наше горе. Потому что я разочаровался в этой, ну как в общей молитве. Вот вся страна молилась, или много, много людей, тысячи людей молились о сестре Дине, но Божье определение пришло, и сестра Дина ушла в вечность. И мы принимаем решение, никому не говорить, но будем молиться пред Господом. Она, меня жена посмотрела и говорит, ты знаешь, я даже не хочу, чтобы мы между собой этот вопрос обговаривали. Мы сегодня заканчиваем его разговор. Мы приняли решение, что мы даже между собой об этом вопросе больше не говорим. И как-то мы остались один на один. Моя жена стала готовиться к вечности, а я начал сдавать экзамены на свою веру. Вы знаете, как мне было трудно, когда я видел, у меня большая семья, ну как дети. Бывают трудные дни, но моя жена, как ангел Господень, готовит свое сердце, молится, радуется, особо войти в это время. Она относится с благоговением, она готовится к вечности. Она приготавливается к вечности, лицо ее сияет, на ее лице нету печали. Она радуется, когда мы стоим на молитве, я ложусь на землю, а она возвышается пред Господом. Она радуется, потому что она готовится к встрече с Господом. И я, чем больше я вижу ее готовой к встрече с Господом, чем мне тяжелее, потому что я знаю, что она готовая, и она приготовилась к переходу. Были дни, это очень трудные дни. Я перестал пророчествовать, я перестал трудиться в церкви, я перестал молиться. Именно мой труд молитвенный перестал делать, но пришел день, когда я чувствую, что вот с этого времени мое христианство заканчивается. Я был очередной раз в траке, и я начал молиться пред Господом. Я понимаю, что вот сегодня мой последний день, моя вера сегодня должна угаснуть. Братья и сестры, мне было очень трудно. Я начал просто вопить Господу. Я начал стонать пред Господом и изливать свое сердце пред Господом. И Дух Святой ко мне заговорил. Но когда я так надеялся, что вот, ну вот, чтобы Дух Святой, я просил Господи, утешь меня. Мне очень трудно. И я рассчитывал, когда голос Господний заговорит снова ко мне. Он скажет, я люблю тебя. Он скажет, мир тебе. Но когда Дух Святой ко мне заговорил, слова не было такое, как я ожидал. Было очень строгое слово ко мне. А будешь ли ты мне служить, когда твоя жена умрет? Братья и сестры, я знаю голос Божий. Я знаю, что это сказал Бог. Я знаю, что это не дьявол меня искушает. Это проговорил снова ко мне Господь. На меня сошло помазание. На меня сошла сила Святого Духа. И было строго мне проговорено, а будешь ли ты мне служить, когда твоя жена умрет? А будешь ли ты меня любить, если твоя жена умрет? И снова, снова затихло. И я понимаю, что вот мой решающий момент. Мне было очень трудно. Я снова 40 минут остановился. Я начал думать, почему я пошел за Господом? Как я познал Господа? Почему я иду за Ним? Почему я стружусь для Господа? Почему я вот такую большую семью имею? Все вопросы я начал отвечать на них. И оно все приходит к тому, что я должен сейчас дать ответ. Буду ли я Господу служить? Вы знаете, я снова начал плакать пред Господом. Я очень долго думал. Это такое, такое очень сложное потрясение у меня. И я принимаю решение. Я говорю, Господи, я буду Тебе служить. Господи, я свою жену отпускаю. Я Тебе ее отдаю. Если Ты определил ее забрать. Я из этого вопроса пред Господом, я понял, что Бог определил ее забрать от меня. От нас забрать, от семьи. И я принимаю решение. Говорю, Господи, мне очень трудно, я ее очень люблю. Но я Тебе ее отдаю. И я начал ее отдавать в руки Господа. Я как бы попрощался с ней пред Господом. Вы знаете, с этого времени на меня сошел Господь. Пришел обильной мерой. Дух Святой на меня сошел. Утешил меня. Вы знаете, ничего внешне не изменилось. Но внутренне я начал восстанавливаться пред Господом. Я снова начал трудиться в церкви. И когда бывало, я с кем-то, это такое испытание было. Приходит ко мне человек и говорит, я хочу с тобой побеседовать, пообщаться, селем и общаться. И человек рассказывает, какие у него огромные проблемы. Кто-то на него что-то сказал и наговорил. Я должен слушать его. У меня такая огромная проблема. А он плачет, рыдает такими слезами. Кто-то на него что-то наговорил. Он еще даже не уверенный, что точно наговорил. Просто он услышал от кого-то. И он изливает свое сердце, плачет. Вы знаете, а мне внутри все кричит, скажи ему свою проблему, пусть он даже рот закроет. Вы знаете, но я не имею права это делать. Мне это нельзя делать. Я за него молюсь, я ему сочувствую, я ему даю наставление. Но когда выходим, меня снова внутри, голос меня начинает, сатана меня начинает атаковать. Вы знаете, это сложные моменты, когда пришло дело моих до родов. Мы пришли на роды, начали родиться. В то время было очень много, с нее брали крови. Я как-то ожидал, может думаю, что-то нам там скажут. Пришло время обычно, с нее только много брали крови, и на этот вопрос с нами не говорили. Когда нас выписывали через сутки, доктор пришел, доктор Столлер, какой нас, принимал роды, посмотрел на нас, и говорит, Елена Василий, вы должны будете вернуться назад в госпиталь, через 4 недели после родов, в Сиател, вы будете сдавать анализы, проходить полностью, сдавать все анализы, а потом мы займемся вашим лечением. Вы знаете, взял я ребенка, а у меня внутри голос говорит, ровно 2 месяца, и твоя жена уйдет от тебя, как Дина. Вы знаете, это очень сложно, я то, я то снова смогу как-то расправить крылья, то меня снова тушит. И возвращался я с этого госпиталя, да как я плакал, не было у меня радости, у меня было очень сильное уныние. Пришло это время, прошли эти дни, снова моя жена пошла сдавать все анализы, один раз сдала, они через неделю снова раз вызвали, второй раз повторно сдала все анализы, это уже было в Сиатле, когда она сдала все анализы, нас вызвали в нашу госпиталь, когда проверили, это доктор Сторл зашел, такой довольный, что-то напевает, такой, ну как он, очень позитивный американец, позитивный человек, меня вообще начало тошнеть, вся комната, вся ситуация одинаковая, он радуется, ему чего-то радостно, мне очень скорбно, он развернулся, говорит, good news, у него целая пачка бумаг, good news, твоей жены рака нету, твоей жены рак не подтвердился, он начал мою жену хлопать по плечу, он такой очень хороший человек, он такой, ну верующий, он ее благословлял, говорит, радуйся своей семьей, люби своих детей, меня, меня, ну как поздравлял снова, с новой жизнью, братья и сестры, Бог меня провел, Бог порою нас проводит, Сережа сегодня рассказывал свое свидетельство, Бог нашу веру проверяет, Бог не хочет, чтобы мы вот как-то шли, ну на то, что, ну не испытавший нас, братья и сестры, каждого из нас, Бог испытывает, разными путями, одного одним путем, другого другим путем, вы знаете, когда я находился вот в этих испытаниях, в нашей церкви, я перестал в это время пророчествовать, меня дедушки очень любят в нашей церкви, и я их тоже люблю, я их никак не осуждаю, они не знали, что со мной происходит, они меня вылавливали после каждого собрания, останавливали и обличали, чтобы я покаялся, и начал снова трудиться в церкви, это было очень больно, они очень прекрасные братья, но вот такие ситуации, и меня внутри говорило просто, отойди от них прочь, и мне надо было, снова приходил домой, и я снова принимал решение, как мне дальше быть, после каждого собрания, меня внутри голос твердит, ты оставь это собрание, не ходи, они тебе и так, тебе так трудно, от тебя добивают, вы знаете, это очень трудные такие моменты, я хотел бы каждого из вас, сказать такую мысль, если ты не знаешь, что происходит с твоим ближним, если ты не уверен, что происходит, не спеши делать заключение, не спеши обличать, не спеши давать наставление, если ты хочешь дать наставление, сядь, поговори, узнай, что с человеком происходит, что в его жизни, что в его сердце, почему он именно так поступает, не спеши с ближним делиться, не спеши давать ему резкое наставление или обличение, братья и сестры, это очень больно, благослови каждого из нас Господь, да даст Господь нам мудрости, любить друг друга, понимать друг друга, а если ты хочешь что-то высказаться, то вникни в проблему, прежде ты себе позволишь что-то озвучить, благослови каждого из нас Господь, я благодарю Господа, и хочу, когда мы будем в последней молитве молиться, чтобы вы поблагодарили Господа вместе со мной, Аминь.